Обидчивость приводит человека к онкологии. Также в тибетской медицине сказано, что для человека очень важно не есть часто. И говорится о том, что в случае, если человек в течение дня ест больше пяти, шести раз, десяти раз, то это может приводить, как ни странно, к появлению злокачественных новообразований. Это очень часто появляется у людей, которые очень часто перекусывают. Кстати, есть такая информация, но она эмпатическая, как бы не связанная с исследованиями, а связана с анализом тех близких людей, которых я знал, которые в дальнейшем заболели данным заболеванием. Так вот, большая половина этих людей, которые начали болеть в итоге онкологическим заболеванием, имели предысторию, в ходе которой им назначал гастроэнтеролог питаться через каждые четыре часа. Эти люди упорно с целью помочь своему желудочно-кишечному тракту начинали питаться очень часто. Тибетская медицина говорит о том, что онкология появляется, если человек очень часто принимает пищу и объясняет это с позиции того, что животное принимает пищу один раз в день или один раз в два дня, ну не более двух раз в дней. Именно поэтому считается, что тибетская медицина, опять-таки не я, считает, что частые приемы пищи могут привести к появлению опухолевидных новообразований. Еще раз хочу сказать, это мнение не мое, и это идеи, которые связаны с медициной прошлого.